Премьер-министр подверг критике Акимов и некоторых министров. Причина – не успевают восстановить или построить жилье для пострадавших от паводков. Сколько домов сданы на данный момент и в чем провинились чиновники. Более 15 миллионов гектар земель обследовали специалистами сельхоза для выявления очагов и распространения статных саранчовок. Ведомстве ответили, почему нельзя полностью истребить саранчу и сколько средств выделили на борьбу с вредителями. Жители многоэтажки в Уральске опасаются за свою жизнь. Они говорят, что со стен здания падают кирпичи, боятся повторения трагедии, которая произошла в прошлом году, когда на женщину упал кирпич и она скончалась. Премьер-министр подверг критике Акимов и некоторых министров. Причина – не успевает восстановить или построить жилье для пострадавших от паводков. А министр промышленности и строительства поручил самому отправиться в регионы. Сколько домов сданы на данный момент и чем еще провинились чиновники, узнавал наш корреспондент. В Казахстане по всем домам, признанным неподлежащими восстановлению в результате паводков, ведутся работы по строительству и выкупу, сообщили в правительстве. Всего в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости. Это дома и дачи, являющиеся единственным жильем. 8 578 из них признаны неподлежащими восстановлению. На сегодня проводится работа по строительству 2578 домов и выкупу 6000 объектов недвижимости. В СКО 200 домов сдали, в Павлодаре 5. Это хорошо оперативно отработали. У Кустана я тоже вижу, что темпы неплохие. Однако есть существенные риски неисполнения поручения главы государства по сдаче домов в некоторых регионах. Риски связаны с дефицитом и поздней поставкой стройматериалов, мобилизацией трудовых ресурсов, спецтехники на площадках. Это привело к тому, что по ряду регионов имеется проблема в виде отставания от графика работ на 15-25 дней. Еще есть факты нарушения строительных норм. Аким и регионов несут персональную ответственность за сроки и качество. Налицо низкий уровень межведомственного взаимодействия. Минпромстрой не сигнализирует вовремя. По инфраструктуре также есть серьезные сигналы о том, что мы отстаем от заданных темпов. Поручается Акимам мобилизовать людей, технику по каждому объекту. Если нет сил в регионе, скажите, мы вам дадим эти силы. Отраслевым министерствам графики завершения строительных работ актуализировать. Где-то сократить, выехать еще раз. Заместители министров должны находиться сейчас в ваших. А министр строительства, как основной, сам будет в регионах находиться. Бегтенов поручил Акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту. Чиновники основную часть рабочего времени будут находиться в регионах. Непосредственно на строительных площадках до завершения всех работ. Сергей Уланов, Гульнара Умарова, Ганизато Спанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Более 15 миллионов гектаров земель обследовали специалисты Минсельхоза для выявления очагов распространения стадных саранчевых. Это более 88% от запланированного объема. Рассказали ведомстве и о том, почему нельзя полностью истребить саранчу и сколько средств выделили на борьбу с вредителями. Прожорливая саранча объедает не только поля и посевы, но и казну. Например, в Туркестанской области потратили около миллиарда тенге из республиканского бюджета и около 30 миллионов тенге из областного. Это ради обработки 271 тысячи гектаров, а вот цифры по республике в целом. В прошлом году выделялось более 4,1 миллиарда тенге. В этом году с учетом правительственного резерва выделялось 8,1 миллиарда тенге. Из них 1,5 миллиарда – это экономии. Но всего на противоречебственном мероприятии использование 6,6 миллиардов тенге, если точнее. Понятное дело, что насекомые летают по регионам и государствам, поэтому необходимо взаимодействие с соседями, сказали, в Минсельхозе. Например, в 2002 году подписали меморандум с Россией, ежегодно проводят встречи и совместные обследования на приграничных территориях. Еще сотрудничают с Китаем. С 2004 года такой же меморандум подписан, ежегодно проводим работы с узбекскими коллегами. Всегда тоже на связи работаем совместно с ФАО, именно с узбекскими коллегами и с киргизскими специалистами по защите осени. Там больше ФАО с той стороны участвует. Но как бы приграничное сотрудничество идет в очень хорошем таком тоне. Совсем и окончательно истребить Саранчевы тоже нельзя. Так мы уничтожим экосистему, говорят в ведомстве. Каждые 11 лет между тем наблюдается пик и нашествие. Мы живем с этой Саранчевой у бок о бок все времена. Хотя вот говорят, что в Советском Союзе такого не было. Скажу я вам, было, я вот помню еще 10-летним мальчикам, что на Урзумский заповедник леса стояли без листьев. Было такое, что Саранча поела целый заповедник, 40 тысяч гектар леса. В ауле Талтога и Актюбинской области из 10 домов уцелело всего 4. Остальные разрушила паводком. Вода вошла в село 28 марта и снесла все на своем пути. Кто остался без дома, живут теперь в вагончике и юрте. Людям сказали, что выплаты на жилье им не положены, так как аул считается зимовкой. Лейла Уесова выслушала чаяния сельчан. Поселок Талтугай находится всего в 25 километрах от районного центра Уил. Большая вода туда пришла в конце марта. Небольшой аул смыло буквально за полчаса, говорят старожилы. По их словам, такого наводнения они никогда не видели. Река Уил протекает в двух километрах от села. И люди знали, что уровень воды в ней поднимается. Но даже подумать не могли, что их дома затопят. Мы тоже пострадали от паводка, но никакой помощи от государства так и не дождались. Потом написали заявление в Экимат, но получили ответ, что наши дома стояли на территории крестьянского хозяйства. Поэтому никакие выплаты нам не положены. Мы остались на улице. Как дальше жить? Мы потеряли всё имущество. Наша база ушла под воду. 20 лет занимаемся животноводством. Надеялись на поддержку от государства, но в ответ тишина. Мне уже 73 года. Живём в вагончике. Скоро наступит холода. Куда мы пойдём? Сельчане пытались спасти домашний скот, но несколько коров и овец утонули. После паводка в ауле уцелели только четыре дома, которые стоят на возвышенности. Там и жили все. Добирались туда на лодке. От шести домов остались одни обломки. Затопило скважины, оборвало провода. Люди остались без воды и света. Самое сложное положение в Талтугае у Байбола Акасанова. Он инвалид, у него пятеро детей. Семья живёт в вагончике. Куда пойдёт с холодами – неизвестно. У меня третья группа инвалидности. Живём за счёт подсобного хозяйства. Но у меня утонули 25 овец и 3 коровы. Наш дом разрушен. Мы его сами строили. Теперь не знаем, куда идти. Деньги за разрушенные дома жителям Талтугае не выплатили. Говорят, компенсации не положены, потому что их аул считается зимовкой. Хотя все дома были в частной собственности. После обращения к Акиму области пострадавшим от паводка выплатили по 100 МРП. И компенсацию за погибший скот. В посёлке побывал оценщик, составил акт. За потерянное имущество должны были выплатить ещё по 150 МРП. Но этих денег пока нет. Жители пробурили скважины, электричество тоже восстановили. Но жильё – большой вопрос. Только по Уиллскому району от паводка пострадали 49 крестьянских хозяйств. Люди, проживающие на зимовках, теперь просят помочь отремонтировать их дома или построить им новые. Так как больше им некуда идти. Лайла Осева, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. В Уральске продолжается откачка воды из затопленных зон. Селами специалистов ДЧС работы ведутся круглосуточно. Дачники, чьи участки оказались под водой, отмечают, что ждут возможности вернуться в свои дома. О том, как обстоят дела в районе Первой дачной, расскажут наши корреспонденты. В период паводков в апреле месяце район Первой дачной также подвергся наводнению. Как вы видите, вода здесь осталась до сих пор. Специалисты ДЧС отмечают, что и около 35 домов до сих пор остаются в воде. Поэтому сотрудники ДЧС ежедневно проводят работы по откачке воды специальной техникой. В общем порядке на этих двух участках задействовано 15 человек личного состава, 20 единиц мотопомп переносных и прицепных. Непосредственно работы на сегодняшний день ведутся в круглосуточном режиме. Сотрудники заступают на дежурство утром и сменяются утром следующего дня. Владельцы домов, пострадавших от паводков, возвращаются в свои жилища. Однако большинство из них находятся в непригодном для проживания состоянии. Житель первой дачной Кабалути Галиев, который живет здесь уже 12 лет, вынужден был переехать к сыну после затопления своего дома во время весеннего паводка. Сейчас он ежедневно посещает свою дачу, чтобы нанести порядок. Жилище, которое он и его жена построили с упорством, теперь совершенно непригодное для жизни. «Оценщики приходили, сказали, что выплаты будут, но до сих пор не поступило. До сих пор мы не можем заехать в дома. Холодильник, стиральная машина, вся мебель совершенно непригодна». В результате работ по откачке воды количество затопленных домов снизилось с 84 до 36. Специалисты отмечают, что это число будет постепенно уменьшаться. Амина Махсотова, Нурлан Кунашев, Аймурат Жагапар, телеканал ТДК-42. Абилкаэр Байпаков назначен Акимом города Актау. Об этом сообщила пресс-служба Акимата Мангстаусской области. Депутаты поддержали предложенную кандидатуру и распоряжением Аким области, согласованным с администрацией президента Республики Казахстан Абилкаэра Жанаевич Байпаков, был назначен Акимом города. Добавим, что Улукбект Налиев, ранее занимавший эту должность, ушел в отставку по собственному желанию. Продолжаем выпуск. Жители многоэтажки в Уральске опасаются за свои жизни. Они рассказывают, что со стен здания падают кирпичи. И если ситуация не решится в срочном порядке, возможно повторение трагедии, которая произошла в прошлом году, когда на женщину упал кирпич, и она скончалась. Наши корреспонденты выясняли, как ответственные лица собираются решить эту проблему. Объект, представляющий опасность, находится в центре Уральска. Речь идет о 64-квартирном доме 1961 года постройки, который расположен по адресу проспект Назарбаева, 219. За 63 года здание заметно обветшало, прохудилась крыша и разваливаются стены. Дом под номером 219 по проспекту Назарбаева представляет настоящую угрозу для местных жителей. Они говорят, что с крыши дома на площадку перед дверью подъезда регулярно падают кирпичи. И боятся повторения ситуации, когда с дома напротив на прохожую упал кирпич, и она скончалась. Жители прислали в редакцию запись, где видны несколько крупных обломков и множество мелких осколков кирпичей. Все они упали с фасада верхних этажей. Вес облицовочных кирпичей превышает 2 килограмма. При падении с большой высоты силы удара кратно увеличивается и представляет опасность для человека. Жительница данного дома Наталья проживает здесь более 26 лет. По ее словам, никаких действий по улучшению состояния дома предпринято не было. Безысходность у нас кирпичи падают. Вот пройдем, потом посмотрим. Там везде у нас висят надписи. Я сказала, что на магазине у меня возле двери висят. Потому что падают. Сейчас осень, зима начнется, падают. Это кирпичи вообще не вносим. Может любое время человека убить. На козырек упал и от козырка отлетает вот сюда. Прохожие идут. Все. Вот так страшно здесь. Дети со школы идут. Ребенок же не только идет, он может встать, постоять. И все. Жители на протяжении многих лет обращались в различные инстанции, но ситуация не меняется. Они подали заявку на модернизацию крыши. Ответственные за программу должны были выполнить ремонт бесплатно. Однако из-за паводков он был отменен. Бесплатные программы отменили. Отменили? Ошибляетесь, да. Нет, не будет такой программы. Или вообще не будет? Это не могу точно сказать. В этом году точно не будет. У нас готовый проект крыши. У нас все готово. У нас все готово. Узнали документы? Все, все тогда. У нас все готово. Все тогда. Мы провели несколько совещаний по созданию управляющей организации и проведению капитального ремонта. Однако из-за отсутствия кворума эти мероприятия не были реализованы. Жителям рекомендуется создать товарищество собственников жилья. Пока этот материал готовился к эфиру, в дом прибыли специалисты для изучения состояния дома. Однако надеждой на скорый ремонт здания жильцов оказались напрасны. Сегодня мы поехали отвозить туда эти опросные листы. Приехали рано, начальник был на месте. Мы к нему зашли, начали рассказывать все это. В итоге я у него спрашиваю, вы нам в этом году сделаете крышу или нет? А он нам ответил, нет, в этом году мы вам ее не сделаем. Мы говорим, а почему? Ну, проект. Я говорю, мы звонили проектировщику. Проектировщик сказал, что в связи с тем, что вы в этот раз отказались, потому что на бесплатной основе вы решили, мы заморозили вас в проект. Мы начали, но заморозили. И он нам так категорично отвечает, что нет. Я говорю, ну вы понимаете, у нас кирпичи, как нам быть? Ну я не знаю, как. В то время, пока ответственные лица находятся в раздумьях и поисках решения проблемы, жители продолжают оставаться в опасности. С каждым днем застояние дома ухудшается. Жильцы опасаются, что безответственное затягивание ремонта может привести к непоправимым последствиям как для самого здания, так и для его обитателей и просто мимо проходящих людей. Данки Лебаева, Марлин Скалиев, Марсель Шайхиев, Телеканал ТДК-42. Продолжаем выпуск. Жительницу Шимкента осудили за организацию азартных игр в Инстаграм. Выяснилось, что женщина нарушила законы о лотереях и лотерейной деятельности. Не имея лицензии, она вела прямые эфиры игры в лото с двух аккаунтов целью получения незаконной прибыли. В качестве выигрыша лотереи были выставлены автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado, смартфоны Samsung, iPhone, Redmi, ювелирные изделия и бытовая техника. Указанные предметы изъяты и признаны вещественными доказательствами, сообщили в агентстве по финмониторингу. Кроме того, она осуществляла активную рекламу по продаже билетов лотереи. Денежные средства по реализованным билетам поступали на собственные карточные счеты на счета родственников. Так, с 10 сентября по 29 ноября 2023 года сумма реализованных билетов составила более 96 миллионов тенге. Приговором суда гражданка признана виновна. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Изъятые вещественные доказательства по приговору суда конфискованы в доход государства. В Алматы 16 июля произошло серьезное ДТП с участием автобуса. В департаменте полиции сообщили, что грузовик, двигающийся на север по улице Ашимова, столкнулся с автобусом маршрута номер 137, который совершал поворот с улицы Шаляпина на Ашимова вниз. В результате автобус выехал на обочину и врезался в забор частного дома. По предварительным данным, пострадали 9 пассажиров. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Крупный пожар произошел на рынке в Алматы. Загорание зафиксировано 16 июля около пяти часов вечера в бутиках контейнерного типа рынка, в которых был склад-то с люстрами. В срочном порядке была организована работа оперативного штаба. Созданы несколько участков для тушения пожара и обеспечена бесперебойная подача воды. В ликвидации пожара были задействованы 23 единицы техники, один вертолет, который сбросил 30 тонн воды и 100 пожарных. На момент прибытия была угроза перехода огня на соседние строения. На соседние строения силами, оперативными действиями угроза была снята. Осложнялось тушение пожаром порывистыми утрами, а также высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. На западе Казахстана полиция обнаружила троих несовершеннолетних детей, которые без разрешения решили отправиться из Уральска к отцу в другой регион. Самый младший из детей всего 4 года. К поискам подключились все службы и подразделения Департамента полиции Западно-Казахстанской области и приграничных регионов. Детей нашли в рейсовом автобусе на территории Актюбинской области. Департамент полиции предупреждает родителей, что ответственность за своих детей и их жизнь несут они сами. За допущение таких фактов предусмотрена ответственность, согласно законодательству Республики Казахстан. В результате разыскных мероприятий сотрудник Минполиции удалось найти пропавших детей в одном из автобусов на территории Актюбинской области. Выяснилось, что дети решили уехать к своему отцу, который находился в другой области. В настоящее время все пропавшие дети возвращены матери. Они в полном порядке. В Шемкенте от Конго крымской геморрагической лихорадки скончался 61-летний мужчина. Специалисты отмечают, что основными переносчиками этого опасного инфекционного заболевания являются эксодовые клещи, которые с наступлением тепла нападают на теплокровных животных и людей. Имеется ли риск распространения этой опасной инфекции в Западно-Казахстанской области, узнавали наши корреспонденты. Конго-Крымская геморрагическая лихорадка – особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, при котором несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к летальному исходу. Переносчиками инфекции являются клещи. 61-летний пациент, занимавшийся животноводством в Туркестанской области, поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Три дня он находился в отделении реанимации. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, не приходя в сознание. В то же время двое других пациентов с таким же диагнозом выздоровели и были выписаны домой. 61-летний житель Туркестанской области скончался после четырех дней болезни. Мужчина обратился за помощью слишком поздно, когда симптомы уже стали критическими. Второй случай зафиксирован в Шемкенте. 12-летний мальчик, он находился на лечении 8 дней. По протоколу лечения его выписывают домой через 14 дней. На данный момент состояние мальчика остается тяжелым. Заражение людей происходит в основном при укусе клеща. Заболевание передается при контакте крови и кровенистых выделений, биологической жидкости больных или трупа. А также через зараженные медицинские инструменты. Сезон укусов клещей весной с марта по июнь и осенью с сентября по октябрь. На территории Западной Казахстанской области по итогам шести месяцев случаев Конга крымской геморрагической лихорадки не зарегистрировано. Но, в принципе, наша область не является эндемичной по данному заболеванию. На сегодняшний день в Западной Казахстанской области продолжается регистрация случаев бруцеллеза, количество которых остается на уровне 2023 года – 20 случаев. Также зарегистрированы случаи туберкулеза и характерного для нашей области заболевания – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это природно-очаговое заболевание характеризуется интоксикацией, лихорадкой, геморрагическим синдромом и поражением почек. Источниками инфекции и резервуарами вирусов в природе являются мышевидные грызуны. Как отмечает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидологического контроля Западной Казахстанской области Нурлабек Мустаев, для профилактики лихорадки рекомендуется использовать рукавицы и респираторы при работе в пыльных условиях, хранить продукты в недоступных для грызуных местах и не прикасаться к ним без защитных перчаток. Альбина Жекенова, Айбулат Жагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске сохраняется сильная жара, поэтому специалисты предупреждают жителей о негативном влиянии высокой температуры на здоровье. Какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить свое здоровье и избежать негативных последствий, выясняли наши корреспонденты. Нынешнее лето бьет температурные рекорды. Жаркая погода становится серьезным испытанием для большинства людей. По данным специалистов Казгидромета, 18 июля в Уральске ожидается ясная погода без осадков. Ветер будет северный, северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, на юге области до 23 градусов тепла. В нем ожидается сильная жара от 30 до 35 градусов. 19 июля на севере-востоке области, 20 июля на западе-севере области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, на юге 23 тепла, днем сильная жара 30-35 градусов. 20 июля ночью 17-22 тепла, днем сильная жара 33-38 градусов. Жара может серьезно повлиять на здоровье человека, особенно если не принимать соответствующие меры предосторожности. Важно понимать, как высокая температура воздействует на организм и знать, какие шаги предпринять для защиты. Эти шаги предельно просты. По словам врачей, нужно пить много воды, носить светлую одежду и головные уборы для защиты от солнца. Негативное влияние больше всего здесь, когда аномальная жара. У нас, наверное, больше пациентов с хроническими заболеваниями, у которых есть артериальная гипертензия, сердечные и шимические болезни сердца, у них больше, тяжелее переносится. У нас особенно повысилось сейчас обращение с артериальной гипертензией в связи с аномальной жарой, с погодой у нас. Пациенты обращаются очень с высокими давлениями. Людям также рекомендуется оставаться в прохладных помещениях. Если нет кондиционера, следует закрыть окна темной тканью и охлаждаться холодной водой. Одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...